Арина, я проектный менеджер программы «Мастерские инновации» и сегодня мы открываем очередной вебинар из нашей серии вебинаров про научные коммуникации и популяризации науку. Возможно, вы уже все были на предыдущих вебинарах и знаете, что такое «Мастерские инновации», но я расскажу еще раз для тех, кто присоединился в первый раз. Программа «Мастерские инновации» Фонда инфраструктурных и образовательных программ Роснано работает в 20 городах по России и направлена на создание сообщества популяризаторов науки нанотехнологии и инженерного знания. Мы проводим различные мероприятия, приезжаем в город, организуем фестивали нанотехнологий, можем проводить образовательные семинары, мастер-классы по научным коммуникациям. Также с конца прошлого года мы запустили формат вебинаров и каждый раз стараемся приглашать к вам людей, которые задействованы в сфере популяризации науки, либо журналисты, либо организаторы научных проектов. Все, кто связан сейчас, работают в этой индустрии. Прежде чем озвучивать уже наших сегодняшних гостей, анонсирую следующий вебинар. К нам в гости придет Андрей Коняев, это главный редактор научного портала «Н плюс один», и он расскажет о том, как интересно писать о науке. Сегодня же у нас в гостях наши коллеги из фестиваля науки. Это один из крупнейших, точнее, самый крупный проект по популяризации науки в России. И мы очень рады, что Владимир и Наташа согласились прийти и рассказать о своем видении того, в каком состоянии у нас сейчас популяризация науки в России. Передаю слово. Арина, большое спасибо за представление. Мы тоже рады здесь у вас находиться, в ваших уютных гостях. Но, наверное, сразу же мы перейдем к теме. Тема нашего выступления – ярмарка познания. Допростит нас Текерей за то, что мы переначали его бессмертное произведение. Но, тем не менее, как нам кажется, с Владимиром, именно на ярмарку в худшем смысле этого слова сейчас, похоже, многие околонаучные, современные научпоп-события. Что с этим делать? Какие основные тенденции? Чем мы можем быть полезны? Чем мы можем изменить ситуацию, если она не очень хорошая? Да, действительно, Наташа. Дело все в том, что достаточно многие, с кем мы общаемся, признают, что те тенденции, которые вообще сейчас имеют место быть в научпопе, они уже становятся отчасти не столько позитивными, но некоторые становятся и полноценными угрозами для всего рынка в целом. И давай действительно попробуем подумать. Нам было бы приятно, если бы вы подумали вместе с нами, какие мы видим тенденции, обсудить их, причем обсудить с разных сторон. Как организаторы видят эти тенденции, как зрители их воспринимают. Пожалуйста, те, кто смотрит сейчас семинар, напишите в конце вебинара свои мысли, свои тенденции, которые вы видите. Нам бы очень хотелось сравнить наше мнение с вашим. Можно даже и во время вебинара, потому что мы видим, собственно, чат. Итак, наверное, я чуть-чуть введу в историю популяризации совсем немножко. Это я сделаю для тех, кто, может быть, сейчас первый раз в популяризации, кто не глубоко, не погружен очень сильно. Итак, популяризация науки сейчас, это все наше мнение, наше слово, это наше размышление. Как сейчас кажется, вот популяризация науки сейчас переживает очередной этап развития. Уже пережиты суровые года перестройки, когда никому не было делано популяризации, все пытались выжить. Тогда же закрылось очень много изданий научпом. И, в общем-то, сейчас уже популяризация восстала, как Феникс, и уже в НИИ работают снова ученые, они те случайные люди, которые там снимали помещение. И, в общем-то, сейчас только в самых-самых маленьких городах нет такого направления в этой индустрии, как научное шоу. И таким образом научпоп-информация становится скорее инструментом развлечения, иногда и инструментом получения выгоды. И во многом это обусловлено тем, что раньше популяризация науки использовала такие методы, как увлекательность, зрелищность, и это было не основной целью научной популяризации. А сейчас это уже не инструмент, а скорее цель. А научпоп превращается в ту платформу, на которой можно заработать деньги, может быть, даже так. Так, что скажешь? В целом, да, я с тобой полностью согласен. И вот какие вещи мы здесь видим. Что, по большому счету, у нас в научпопе присутствуют два эффекта. Первый связан с тем, что есть запрос на вау-эффект со стороны публики. То есть человек, который приходит на мероприятие, он хочет, чтобы это мероприятие запомнилось ему, чтобы он действительно смог рассказать что-то, и вообще, чтобы он моментально в него вовлекся. Тогда, наверное, давай введем как раз-таки два понятия, которые сейчас являются основными характеристиками научпоп-мероприятий. И тогда нам станет проще и нашим слушателям понимать, о чем мы говорим. Вот основные два направления. Это усиление зрелищности и усиление интерактива. Ты правильно сказал, зрелищность – это вау-эффект, потому что нужно чем-то зацепить. И интерактив – это когда нужно что-то потрогать, что-то пощупать, потому что, как мы знаем из педагогики, человек, когда потрогает, пощупает, задействует, и эти свои навыки тоже, он быстрее что-то запомнит информацию. Конечно, поляризаторы и ранее очень активно это использовали. Но не перешло ли это сейчас в какую-то такую гипертрофированную форму? Вот в этом мы и пытаемся сейчас разобраться. Итак, вернемся вот к основному. Ну, уже ты правильно сказал про интерактивность, про зрелищность. Я теперь предлагаю подумать, почему это происходит. Вот как мне кажется, это борьба за суперзбалованного зрителя. То есть у него сейчас явно перезбыток информации, у него мозаичное восприятие вообще всего мира. Он там хватает, что-то бежит куда-то на ходу, там что-то цепляет, какую-то информацию. И, соответственно, чтобы зацепить человеку, который хочет ему рассказать о чем-то серьезном, это очень большая и тяжелая вообще задача. В общем-то, как мне кажется, это вообще не посильно. И тут, конечно, популяризаторы вынуждены хитрить. И получается, что вот это клиповое осознание мешает человеку долго удержать внимание. И к тому же он еще и разучился воспринимать серьезную информацию сложную, потому что, ну, а как вот все, в общем-то, на поверхности, все разжевали и положили, а тут, на тебе нужно что-то вообще пытаться вообще вникнуть куда-то. И о тяге уже той, которая была там в наших родителях, когда они были маленькими мальчиками и девочками, и читали там «Захлеб» там «Наука и жизнь» или там «Наука и молодежь и техника», кажется, так назывался. «Техника молодежи». А вот уже вот этой вот тяги к изобретательству, вот которая уже там внутри сидела бы и, собственно, требовала какую-то пищу извне, чтобы удилить, уже этого совершенно нет. И получается, что популяризаторы должны конкурировать с шоу, с рекламой, с твиттером, с фейсбуком, с вот этим вот тут-ву-ву-ву-ву, все, что есть, и делают ставку на увеличение, на какое-то увеличение вот этого звука, света, яркие оформления какие-то. Ну и, в общем-то, как мне кажется, вот это вот является первой тенденцией, то, что популяризатор борется за внимание, избалованного вниманием зрителей с международной тавтологией. Но, как мне кажется, вот это усиление, излишнее рекреативного начала, оно не только меняет облик научной популяризации, но и, в общем-то, влияет на ее суть. Да. И меняет ее природу. Вот, наверное, чуть позже мы еще сейчас к этому вернемся и попытаемся подробнее понять, а что за... Есть ли вред у этого? Смотри, на самом деле вред прямой, ну, лично я точно вижу, и вот в чем он выражается. Многие точно видели такую картину, когда человек подходит к какому-то тренажеру, там, пусть это будет, ну, условно сейчас, там, водоворот, водоворот, где нужно крутить ручку, к тобой стоит такая прозрачная труба, в которой создается водоворот. Да, воронка. И вроде бы организаторы действительно молодцы. Они постарались создать модель, рабочую модель, вандалоустойчивую модель. Эффектную. Эффектную. Которая привлекает внимание зрителя сходу. То есть дети, попадая на выставку, видя эти экспонаты, они сразу же подбегают к ним. Да. И тут большой вопрос. А вот рядом с этим экспонатом, вообще говоря, есть табличка, на которой что-то написано. О чем этот экспонат? Вот большой вопрос. А дети вообще замечают эту табличку? Они ее читают? Они пытаются включиться, что происходит? То есть что им пытались объяснить? Или же речь идет о том, что дети, подбегая к этим экспонатам, срочно хотят что-то пощупать, потрогать? То есть это физический тренажер. Да, да, да. То есть это физический тренажер, а давайте мы попереставляем магнитики, а давайте мы вот чего-нибудь еще постучим. Есть еще хуже вариант, когда они просто бегут сфотографироваться возле этой трубы или возле какой-то штуки. Это свойственно и взрослым. А смотрите, где я был. Да, да, да. То есть это то, к чему отчасти, я все-таки выражусь, скатилось некое направление научпопа, что идя по пути упрощения, очень тяжело все-таки оставлять элемент обучения, то есть элемент объяснения человеку. Ну, просто потому что, когда ребенок увлекся вот этой ручкой этого тренажера, переключить его внимание обратно, что «а давайте теперь подумаем», это большая-большая задача. Наверное, это задача того человека, который привел этого ребенка, возможно, или консультанта, вожатого по вот этой выставке, или учителя. Если рядом есть экскурсовод, и это полноценная экскурсия, здесь это действительно можно достичь, но без этого никуда. Ну, вот как мне кажется, вот те мероприятия, о которых ты говоришь, они, как правило, платные для зрителя. Надо ответить, что во главе таких мероприятий часто стоят не популяризаторы науки, а, собственно, какие-то коммерческие структуры, скажем так, возможно. Потому что она стала очень модной, не поспоришь, стала модной зарабатывать, ну, не, стало модной, стало модной заниматься инновизацией, конечно же, это и хороший способ заработать денег. Ну, вот смотри, и откуда это вообще взялось, вот эта мода? Ведь по большому счету, что мы с тобой видели, что был некий запрос от общества на то, как проводить свой досуг. Да. И были некие привычные виды развлечений, там, кино, парки, в редких случаях библиотеки, какие-то там вечера и так далее, много разных. И просто так вот кто-то увидел, что, оказывается, досуг можно проводить еще и на научно-популярных мероприятиях. И это действительно просто веет такой новизной, потому что, а мы такого еще не пробовали, а давайте туда сходим. И, то есть, зрителя цепляет новизна происходящего, он еще здесь не был, он хочет это попробовать. И вот своего рода вот это зрелище является как реакция на запрос рынка, что зритель хочет отдохнуть хорошо, запоминающийся. И, в общем-то, далеко не всегда... Про пользу, я бы сказала еще, он хочет провести свой досуг с пользой, потому что у него так мало времени сейчас, что он думает, хорошо бы мой ребенок не просто посидел в компьютере, а пусть он еще сходит и еще что-нибудь узнает. Ну, хорошо, если он узнает. Про пользу, кстати, это очень правильная идея. Здесь давай вернемся к такой истории, связанной с клиповостью мышления, которую обсуждали, про детские научные лагеря. Ведь представь, вот мы с тобой хотим обучить детей, обучить их, не знаю, делать какие-то носимые устройства своими руками, то есть какой-то микроэлектроники или там какой-то проект на работе в естественных науках. Наша с тобой задача как-то вылезти из тренда про клиповость мышления, что мы хотим максимальное внимание детей сконцентрировать на предмете, который мы им хотим дать. На это же направлен лагерь. Да, для этого мы берем лагерь как инструмент. И погружаем туда человека. Да, погружаем туда детей, они две недели или три недели, они находятся в этом пространстве, их отвлекает гораздо меньше факторов. Но мы с тобой знаем, простое следствие из этого тренда про клиповость, что даже находясь в рамках лагеря, если ты задаешь ребенку какой-то вопрос на подумать, в большинстве случаев ты получишь ответ, что ребенок полезет за телефоном в карман и будет искать ответ на твой вопрос в интернете. Ну, я к сожалению, ну не то, что к сожалению, а такова тенденция, что современное обучение, оно приводит, учит ребенка не запоминать, а искать место, где эту информацию можно оперативно найти. Я согласен, но как бы здесь не скатиться в такое пространство, где... У человека ничего не будет в голове? Да, где у человека будут просто ярлыки. Это искать там, это искать там, это искать там. Потому что если у тебя в голове ярлыки, большой вопрос, как вообще анализировать поступающую информацию, которой все больше и больше становится. Ну да, нужно, конечно же, приходит информация, у тебя должны быть какие-то ассоциации, какие-то связи, а если этих связей нету с предыдущей какой-то информацией, с каким-то опытом, ну конечно. Да, и здесь, как бы завершая историю с ярлыками, ведь по сути, что такое ярлык для человека, для ребенка? Вот он увидел что-то, у него запомнилась картинка. Вот картинка, вот кратенькое описание, что я из этого понял. А глубинного понимания там не было создано, и эта картинка ложится в голову. И за время такого лагеря, может, последняя какая-то траектория развития, а просто набор картинок, набор очередных клипов, ярких вспышек, которые вложатся в голову, и это лишь продолжение тренда клиповости мышления. Хорошо. Ну все, мы уже, по-моему, очень подробно на этой тенденции с тобой подоктались. И что теперь хочется вернуться вообще к нашему плану и нашей презентации. И мы с тобой не включили этот момент, но мы говорили о том, что во главе вот этих вот мероприятий, где может даже и не быть рядом с тренажером вот этого пояснения, или оно как бы не является в приоритете, а в приоритете является классное времяпрепровождение рядом с вот этими тренажерами, водоворотами. Но, как мне кажется, это в большей степени касается мест, где во главе стоит не популяризатор науки, а какая-то коммерческая структура. И этот момент тоже можно победить, чтобы удержать внимание зрителя. Например, вот как эксперимент. Мы попробовали, вот наш проект «Артнома», когда мы запускали научное шоу для взрослой аудитории, мы попробовали сделать так, что проверить, как отнесется человек к информации, если он за нее немножко заплатит. То есть, предположим, ассоциация была с книгой. Если человек купил книгу, то, скорее всего, он ее прочитает. Бесплатную книгу он в большей степени вероятности отложит и вообще про нее забудет. Если человек заплатил за научку, как он к ней отнесется, наш опыт показал, что человек относится внимательно, ему интересно. То есть, он действительно направлен на то, чтобы он отдал ее, он хочет что-то взять в ответ. То есть, это своего рода хитрость. И второй момент, который мы тоже использовали, в общем-то, удачно, это то, что когда человек приходит на мероприятие, а пусть он не просто покрутит ручку тренажера, а пусть он попробует что-то взять и сам сделать. Когда он будет, например, заливать там открытку ацетатом натрия, и она будет покрываться там морозными узорами, он так как будет сам это все видеть, как это происходит, что горячий раствор льется, а получаются морозные узоры. Но он же в это все вот по-любому вникнет. И мало того, он еще принесет эту штуку с собой, эту открытку, сделанную с собой домой, и расскажет всем своим близким о том, что он сделал, как это будет классно, когда он расскажет, блин, ребята, это же ацетатматрия, вы что, не знали? И все, и в общем-то он становится переносчиком информации. И это классно. И эта информация, в общем-то, ну дай бог, если эта информация, кстати говоря, верная, правильная. Вот тут я с тобой полностью согласен, потому что получается то, что вам удалось сделать в старт науки, это вы, результат вашей деятельности, это не просто шоу, и далеко не шоу. Результат вашей деятельности, это, прошу прощения за выражение, набор переносчиков информации, которые... Инициация, я бы сказала. Инициация, да, этих людей, которые становятся переносчиками информации, и заражают людей, которые входят в их окружение, идеей о том, как здорово вообще заниматься наукой, проводить какие-то свои опыты. И я согласен, что здесь действительно люди готовы платить за качественный контент, который они получают. Но здесь мы с тобой получаем обратное явление, что раз люди готовы платить за контент, было бы здорово... Если бы он был классный. Было бы здорово на этом заработать. Так может подумать, например, какое-нибудь эвент-агентство, которое... Да. Но мы же проводим мероприятие. Чего бы нам... Не залезть еще в эту сферу, да. Да. Чего бы нам не провести. Там какое-то шоу, господи, наберем с интернета разных фокусов, проведем, возьмем какого-нибудь студента физика, и получится такой, знаешь, а-ля профессор Поджигалкин, который выходит на сцену, начинает чего-то там химичить, знает только свой сценарий. Тем не менее, он делает это, конечно, классно и привлекает детей. Да, детей это привлекает. Но то, к чему я клоню, это то, что этот самый а-ля профессор Поджигалкин, он знает только свой сценарий. И не дай бог, если среди аудитории найдется человек, которого заинтересовала эта тема, и который задаст вопрос, который выходит за рамки этого сценария. Я это видел собственными глазами. Да, я тоже, к чему я. Вот бывает такое, что, знаете, это хорошо, если этот профессор сейчас отшутится или как-то уйдет от ответа. Да. Потому что, ну это хотя бы просто... А бывает такое, что вопрос, который задается, по-настоящему интересный. И публика считала, что вопрос интересный, и теперь публике ответ на этот вопрос тоже интересен. Вот это такой вот коллективный эффект. И на этот коллективный эффект этот профессор Поджигалкин, понимая, что он влип, он откровенно начнет выкручиваться. И я видел это своими глазами. Как он выкручиваясь, начинает генерить какую-то полную несуразицу, которую эти люди унесут с собой. И они будут думать, что это правда. Да. А потом, когда им скажут, что вообще-то говоря нет, у них полностью упадет весь авторитет всего произошедшего. Авторитет человека. Авторитет человека. И мероприятие. Научпопа как такового, потому что простраивается ассоциация. И более того, ведь этот человек, ивентагентство же, оно захотело, чтобы у них купили этот продукт. Понимаете, что это шоу профессора Поджигалкина. Не просто Поджигалкина или мистера Поджигалкина. Нет, это профессор Поджигалкин. И действительно из негативных эффектов, которые есть, что в головах детей может простроиться такая ассоциация, что профессор, белый халат, надел очки, надел перчатки. Слушайте, да это же прям ученый, это же профессор. Он этому профессору начинает доверять. Потом этот профессор попадает в просаг. И тем самым просто рушится все впечатление ребенка о том, кто такой ученый, чем он занимается, какая миссия у науки вообще. Мама начинает ребенку говорить, а что это мы вообще купили билет на эту ерундовую шоу-программу, больше не будем сюда ходить. Неужели мама после этого, после такой оплошности этого профессора Поджигалкина, вообще хоть раз приведет ребенка куда-то в науку и скажет, что этим интересно заниматься. Когда перед ней случилось вот такое. Ну, мы будем надеяться, что такого все-таки будет все меньше и меньше. И организаторы, и заказчики, и сами организаторы мероприятия, в частности, этих шоу будут внимательнее относиться и как-то пытаться на досуге почитать о предмете, о котором они проводят, на основе которого они проводят эти свои эксперименты. И, кстати говоря, о слове эксперимента. Все чаще, и все грустнее меня от того, что это все чаще, звучит слово «научные фокусы». Ненавижу, ненавижу я фразы «научные фокусы». Да, хорошо, пусть научное шоу, но не научные фокусы. В первую очередь, это эксперименты. Давайте делать ставку на упор на это слово, а не на то, что наука становится лишь прилагательной к научным фокусам. Потому что совершенно точно вот это вот упрощение приводит к тому, что нивелируется, в общем-то, и не стоит у человека, который называет то, что он делает, научный фокус, у него, в принципе, ему наверняка чуждая миссия популяризатора науки. Потому что популяризатор науки должен зародить интерес, он должен как-то сделать так, чтобы человек вышел, захотел еще больше узнать. Именно вот этой вот стратегической задачей популяризатор отличается от шоумена, который, собственно, хочет удивить, бросить какой-то вау-эффект, получить быстро отдачу и уйти. Да, да. Ну так. Но у нас тогда встает вопрос, если мы уже разругали людей, которые профессиональные ведущие, но проводят научное шоу, а может ли взамен их мероприятия проводить ученые? Вот это вопрос, потому что готов ли ученый так же эффектно, или, может быть, хотя бы не так же, но эффектно выступить? И как обучить ученого, аспиранта, научного сотрудника? Классно говорить. Да еще и как бы, есть же всегда вот этот вот снобизм, я занимаюсь наукой, мне не нужно больше ничего. Мне вот эти вот ваши вот специальные упрощения, для того, чтобы там люди обычно что-то поняли, мне неинтересно этим заниматься. Как вот это вот сделать? Как подтолкнуть их? Ну, порой, на самом деле, есть не только снобизм, не столько даже, может быть, снобизм. Это все же достаточно редкие явления, но есть некий вообще страх и неготовность выступать, потому что, в принципе, это совершенно новый формат для многих, что нужно выйти... Хотя уже и там сошло точно с мертвой точки. Да, что нужно выйти к неподготовленной публике и рассказать о том, почему то, чем ты занимаешься, оно важно и нужно. И здесь ответом на твой вопрос, как вообще готовить ученых, возможно ли это, ответ, что да, это возможно. И, как ни странно, скажу очевидную вещь, но чтобы уметь выступать перед публикой, нужно выступать перед публикой. Есть специальные программы, которые... О которых многие уже, конечно... Да, о которых уже слышно, которые видно. Это научные бои и сайенс-слэмы, это ТЭДы, которые помогают... Ребинары мастерских инноваций. Кстати, да. Которые помогают молодым ученым и профессионалам выходить к аудитории, разговаривать с ним, объяснять, почему это интересно, почему это важно. И здесь, почему вообще ученому полезно это делать. Потому что мы ни в коем случае, сейчас отвечаю на один из вопросов в чате, не считаем, что дети или аудитория научно-популярных мероприятий глупая. Нет, ни в коем случае. Просто они не обладают специальными знаниями. Они не обладают специальными знаниями. И выгода для ученого, почему ему нужно выходить, в том, что он выходит к публике, которая не является специалистом в этой области. А значит, она заведомо смотрит на предмет обсуждения совершенно с другой точки зрения. Она формулирует совершенно другие идеи и вопросы. И вот получение этих вопросов является как раз неким фидбэком, обратной связью ученому. Что, во-первых, вопросы возникают, значит, то, о чем он рассказывает, интересно. Во-вторых, вопросы бывают действительно очень и очень хорошими. И эти вопросы помогают ученому сдвигать свою точку зрения и думать, ага, слушайте, а вот об этом я просто не думал. И это действительно помогает ему развиваться дальше, как профессионалу. В-третьих, то, что ученый, в принципе, научился сам для себя разжевать материал до простых составляющих, гораздо очень-очень сильно помогает ему самому же воспринимать его же материал. То есть просто обучение, это сам процесс обучения делает того, кто обучает, профессиональным носителем информации, вплоть до мелочей. И вот здесь еще один пример, который нам в свое время рассказали в Нобелевском музее. Они пытались понять, почему одни ученые становятся Нобелевскими лауреатами или лауреатами каких-то высоких премий, а другие нет. Нет. Оказалось, что есть способы, как помочь ученому приблизиться к высоким наградам. Для этого его нужно регулярно сталкивать с теми, кто не является специалистами в его области. Например, в одном из ведущих западных университетов есть практика, что раз в неделю у тебя есть обязанность, как сотрудник университета. Ты ходишь на обед в конкретную столовую, в которой тебе говорят, сегодня ты сидишь вот здесь, рядом с тобой сидит такой-то человек, он совершенно другой кафедры, совершенно другого факультета, занимается совершенно другими вещами, вплоть до того, что сталкивают гуманитариев. Сейчас не хочу сказать ничего плохого ни про первых, ни про вторых. Но идея заключается в том, что вот так, сталкивая два совершенно противоположных мира, пусть и оба представителя науки являются, ученые должны, просто обязаны в течение обеда, поделиться, чем они занимаются, рассказать это простым языком, и результатом обеда становится то, что второй человек дает связь, дает тебе новые идеи, новые вопросы, и это тебя продвигает дальше. То есть это действительно важно, и в принципе получение таких вопросов со стороны, это то, что позволяет ученому чувствовать собственный престиж. Не престиж, а нужность. Да, да, здесь скорее лучше выразиться так, собственно, нужность, необходимость и необходимость делания тех вещей, которые он делает в своей лаборатории. Безусловно, то, что ученый, если на мероприятии будет ученый говорить о своем предмете, то для мероприятия это просто бесценно. Для научпопа это единственный только вариант, потому что человек, который приходит на это мероприятие, он сразу рассчитывает то, что перед ним человек профессионал, в конкретной научной области, он живой, он говорит, он готов к вопросам, к ответам, и это, короче говоря, полезно всем, получается. То есть получается, что он фото, как мы когда-то говорили, с тобой научная чёрная дыра. Да, вот как мы подобрали метафору, потому что она, получается, что всасывает. И зрителей, слушателей подключает к себе, и ученых всасывает, потому что ученые открываются, будут с кабинетов, начинают говорить. Ну, в общем, это такая активная чёрная дыра, получается, да? Да, да. Ну, получается, что мы с тобой в наших идеальных мечтах решили, что было бы здорово, если бы все мероприятия проводили весёлые, хорошие, качественные мероприятия проводили учёные. И при этом нужно, конечно, понимать, уровень мероприятия, то ли это день рождения для 10 человек, когда-то может быть наша любимая поджигалка. А если это серьёзное мероприятие, там, большое количество людей, которые пришли с определёнными ожиданиями на это мероприятие, то, конечно же, всё-таки хотелось бы, чтобы это были люди из научной среды, которые будут просто классно, с которыми классно будут говорить вообще во всём. Итак, учёные против шоумэма, наша новая, ну, ещё одна тенденция, которую мы для себя определили. Но тут есть обратная сторона. Ты говоришь о том, что зритель готов задавать вопросы серьёзные, а наш современный зритель, к сожалению, часто не готов задавать вопросы. Он то же самое, как мы и говорили в самом начале, у него различность, восприятие, он готов держать много у себя в голове информации, которые он неоперема, у него просто буфер. Там заполнено всё в памяти. И у него не всегда рождается вот такой вот вопрос интересный. Даже не то, что не всегда, а редко. Хотя есть, конечно, такие случаи, когда вот иногда у нас на фестивале науки ребёнок такие вопросы создавал, что мы просто рты открывали, потому что сейчас совершенно другое видение. И это бесценные эти вопросы, потому что незамыленный его мозг позволяет найти совершенно новые решения. И этим, кстати говоря, часто пользуются. Вот я писала, когда свою работу. В Японии постоянные конкурсы, постоянно дети что-то генерируют, и их разработки берут в работу крупную компанию, потому что это новые мысли. Но это исключение. А наш современный человек не всегда готов задавать эти серьёзные вопросы. Мне кажется. Да, то есть тут вопрос, то есть то, о чём мы говорим, это качество вопросов, которые задаются. То есть на слайде вы сейчас видите те вопросы, которые наверняка большинство из популяризаторов науки слышат от своей аудитории 50, 60, 70, а может быть даже и больше процентов времени. Когда вот это некие такие индикаторы того, что у общества, у публики, которая к вам пришла, был вообще говоря запрос. Запрос на развлечение. Или же это следствие одного из трендов, о которых мы говорили ранее. То есть вот обещали человеку, что будут взрывы, он на это... А кто обещает? Кто обещает вообще? Рекламы. Или само слово шоу, что шоу, значит, обещают. Вот идет полимика у нас сейчас вот в чате. Люди вовлеклись. Пишет человек, Евгения Белеснева, он пишет, сколько я не смотрела научное шоу, крайне редко видела, что дети потом задавали вопросы на понимание. Такое ощущение, что наоборот, чем ярче выглядит, тем меньше желания разобраться в суде. Нужен баланс. Вот классно. Давайте пытаться понять, а как этот баланс вообще выдержать? Может быть, вначале что-то должно быть, такой вау-эффект, а потом мы задвинем им там? Или как? Или интересный диктор? Ну, смотри, на самом деле здесь ответ, ну, как минимум, состоит из двух частей, что первое, это должен быть зеленый свет научпопу как таковому. То есть наука должна популяризироваться, наука должна идти в массы, она не должна осознать, оставаться закрытой в каких-то НИИ, университетах и так далее, а должна распространяться и в возрастной такой, и в возрастной парадигме, и в географической. Но этот зеленый свет, в общем-то, я думаю, со мной многие согласятся, что он как минимум виден, он ощущается, он подкреплен реальными действиями. Вторая мысль, отвечая на твой вопрос, что, безусловно, нужен высокий уровень ретранслятора. То есть если мы говорим, что перед нами, что научное шоу проводится ученым, или аспирантом, или научным сотрудником, который... А если академик? Да, а если тем более академиком, то есть это люди, которые посвятили себя этому знанию, это люди, которые, безусловно, и профессионалы в этом. Да, но слово академик для многих детей сейчас не является, как сказать, доказательством того, что будет здорово и классно. Да, да. Увы, не является, но, наверное, мы преодолеем все-таки эту историю. Очень смешно написал Ямбурок Михаил. Дети должны быть сытыми. Был свидетелем, когда вопрос, какие у вас вопросы, дети спрашивали, когда их отпустят покушать. У нас тоже это было, кстати говоря, когда дети... А что было самое интересное после вашего научного квеста? Самое интересное, это был завтрак, да, с макаронами. К сожалению, да. Давайте просто не унывать и продолжать долбить в эту точку. Давайте повышать качество. Качество науч-поп-мероприятий, это вот в наших с вами силах. Да, это как раз история про то, чтобы делать так, чтобы ведущий был профессионалом, то есть знал за рамками сценария. Это история про то, чтобы помогать аудитории находить качественные мероприятия. Вот, например, мы с тобой понимаем, что есть-то такие-то, такие-то команды, такие-то люди в таких-то городах, которые делают качественный контент. То, что нам нужно помогать, то есть делать, это помогать людям находить этот контент. То есть, либо где-то писать на своих ресурсах об этом. Ну, это если ты действительно уверен, что это мероприятие качественное. Часто пишут о себе и вообще создают себе классную рекламу. То же самое. Те конторы, я бы сказала, у которых, в общем-то, и запрещено, и нет ничего. За запрещами у них научены, к сожалению, фокусы. А те, которые хорошо работают, и на них нужно обратить внимание родителям, которые ищут качественные мероприятия для своего ребенка, они молчат в тряпочку. Да. И вот тут к нам придут на помощь профессионалы. Потому что, действительно, ты права. Устроить яркий шум в интернете очень легко. Если пользователь при поиске того, куда бы ему сходить, ограничивается только количеством публикаций, это большая проблема. К примеру, вот я провел эксперимент. Открыл поисковик, набрал научный лагерь для детей. Представил, что я родитель, который хочет отправить ребенка в научный лагерь на лето. Я получил 11 миллионов ответов. Каким образом мне, человеку вообще, возможно обработать такое количество информации, мне представить тяжело. Ты еще просмотри первую страницу. Да. Тот, кто продвинул свое, и у него упоминания, кстати говоря. И вот тут, смотри, мы подходим с тобой к тому, что даже те, кто будут на первой странице, не факт, что они хорошие. Они могут хорошо пропиариться, купить рекламу в дирекции или еще где-нибудь. Вопрос тогда для нас с тобой, как для потребителей, есть ли какие-то знаки отличия, по которым мы можем отличать. Вот это проверенный контент, а вот тут стоит подумать. И этими знаками отличия, по большому счету, могут являться следующие вещи. Давай чуть отвлечемся от научных лагерей, мы к ним вернемся. Допустим, про научно-популярные журналы. Вот ты хочешь почитать, что вообще происходит в науке, но хочешь отличать. То есть где-то там ты слышала слово уже наука или какие-то там Я могу об этом очень долго говорить. Яркие статейки, которые призваны привлечь внимание, но по факту это все полные выдумки. Интернет, к сожалению, и делает добро, и творит зло, потому что непроверяемая информация, которая потоком льется оттуда на человека, ну это просто, я не знаю, как он разбирается вообще, что правда, что нет. Это просто проблема. Да, да, да. И вот тут, что мы с тобой, как рядовые пользователи интернета, можем себе позволить. Мы можем позволить себе довериться мнению профессионала. О чем я говорю? Возвращаемся к теме про научно-популярные журналы. Нужно посмотреть, кто издает этот журнал, какое издательство. Попытаться понять, какая репутация у этого издательства. Да, да. Нужно понять, кто главный редактор. Насколько этот человек вообще в теме. Что он из себя представляет. Что из себя представляют те авторы, которые пишут. Да, есть ли ряд коллеги, кто авторы, как они собирают материал. То есть попытаться собрать полноценный образ, раз уж мы хотим максимально довериться некому изданию. Придется провести эту аналитическую работу. Да, то есть условно, когда я покупаю журнал, очень популярный, я уже дальше проверяю, я верю всему, что написано на каждой странице. То есть пресс-скрининг я должен сделать ранее. Я же не могу каждую статью пробивать в интернете. Это не то, ради чего я покупаю журнал. И вот тут, как проверить тех же авторов, как проверить редактора, если я вообще никогда ничего не знал о научной журналистике. Есть люди, которые проводят профессиональные конкурсы. Взять ту же российскую венчурную компанию и конкурс Techin Media, конкурс инновационной журналистики. Это конкурс про тех журналистов, которые пишут о науке, пишут об исследованиях, об открытиях. И там мы с тобой знаем, что есть профессиональные редко... профессиональные жюри, которые отсматривают эти работы и выбирают лучшие из них. То есть если мы с вами видим, что такой-то журналист попал в топ-3, занял первое, второе или третье место, или такое-то издание получило награду на таком конкурсе... Мы с вами понимаем, что, допустим, та же российская венчурная компания, она вообще, говоря, призвана для того, чтобы развивать инновационную деятельность в масштабах страны. Правильно говорит Евгения про знаки отличия. Она говорит, что во всех сферах пополняют эту роль профессиональные сообщества. И вплоть до того, что есть некоторые члены в сообществе. Совершенно верная, здравая идея, и, в общем-то, сейчас готовится эта ассоциация, но пока она не работает. Получается, что ответственность лежит либо на вот таких вот компаниях, как РВК, которые ставят свои задачи, отсмотр и проверку научпопу событий, мероприятий, организаторов, организаций, и там ставят вот эти вот знаки отличия, либо ответственность стоит на самом организаторе. Теперь хочу вернуться немножко все-таки к нашему слайду про научный лагерь для детей. Не дает он тебе покоя. Как минимум не ответил на вопрос, как же выбрать из 11 миллионов ответов. Здесь, как вариант, опять-таки тоже довериться мнению профессионалов. Ну, например, вот возьмем, я вот вижу по именам, которые в чате, что у нас есть представители STEM-центров Intel под эгидой фестивалей науки, и здесь совершенно точно рядовому посетителю, рядовому потребителю можно довериться мнению Intel и Всероссийского фестиваля науки. То есть если мы проводим внутренний конкурс внутри своего сообщества научных образовательных лабораторий, проектных лабораторий для школьников, если мы проводим внутри этого сообщества конкурсы, и пользователь видит, что такие-то центры победили в конкурсах, пусть в наших внутренних, пусть в других, там, ученые будущего, Intel Baltic, Intel ISF тем более, и других. То есть ты видишь, что эти центры, эти работы побеждают, значит, их оценили профессионалы. Значит, им можно доверять. И этому научному лагерю можно доверять. И это как раз тот знак отличия, которого тебе изначально не хватало. То есть получается, что мы призываем с тобой наших конечных потребителей внимательнее относиться к тому, куда они отводят своего ребенка, и что они читают сами, куда они идут всей семьей, потому что сейчас недостатка в том, куда пойти, если ты выбираешь научный опыт событий, нету, потому что есть, и там музей, и великолепный научный фестиваль, и парки начали устраивать тематические, то есть как бы, ну, тематические научные, да, научные лагеря, то есть переизбытка, точнее не тоже переизбытка, я не буду говорить о переизбытке, но недостатка нету, вот, все классно, но нужно внимательнее получается, отсматривать этот момент. И в то же время мы и организаторов просим, да, как так быть менее скромными. Ну, как минимум, смотри, остался у нас такой незакрытый вопрос именно с организаторской точки зрения, что вообще говоря, есть еще такой класс, как научно-популярные мероприятия, и как понимать, какие из них хорошие и качественные, а какие еще нет, или там, то есть, грубо говоря, здесь знаки отличия, это те, кто поддерживает такие мероприятия, то есть, условно, ты понимаешь, что есть ряд компаний, там, вспоминаем тех же, там, РВК, Интел, продолжаем АСИ, продолжаем Роснано, продолжаем Росатом, и мы, то есть, мы видим костяк такой компаний, которые на серьезном уровне профессионально занимаются развитием экосистемы. И если эта экосистема поддерживает ту или иную команду, то или иное мероприятие, это заведомо для нас с тобой, как для потребителей, означает, что вообще говоря, мероприятие стоящее, стоит туда сходить, стоит довериться этому контенту, он проверен уже кем-то. То есть, это тот недостающий знак отличия, которого можно учитывать. Я просто зачитываюсь, честно говоря, тем, что там происходит в чате. Живая дискуссия. Так, нам обещали, что нам это распечатают. Ну ничего, ты и так прекрасно все читаешь. Вот пишет Михаил, что проблема научного журналистов в том, что часто новая свежая информация подается с большим опозданием, когда уже много раз в интернете прочитал новостных лентах. По этой причине перестал покупать новую жизнь. Ну, к сожалению, да, но тем не менее, вы рискуете нарваться на менее качественную информацию в интернете. Все-таки эта проблема не дает мне покоя, но я ни в коем случае не за то, чтобы ограничивать интернет. Я действительно за то, чтобы было какое-то сообщество, где были профессионалы, которые гордились словом, своим именованием, именовали себя с гордостью мобилизатор науки и поддерживали свой профессиональный уровень и несли качественное знание. Вот так вот. Вот. О чем мы еще не сказали с тобой, потому что вижу, что времени у нас совсем-совсем мало осталось. Ну, у нас осталась еще одна тенденция, которая заключается в том, что зритель в последнее время, мы с тобой это хорошо видим, он поддерживает мероприятие не только какими-то лайками или репостами в социальных сетях, но он стал поддерживать то, о чем ты говорила, что зрители готовы заплатить за мероприятие. И вот тут есть качественный переход. Одно дело, когда зритель готов заплатить за билет на входе на это мероприятие, и совсем другое дело, которое мы видим с тобой вот как тенденция, рождающаяся на наших глазах в последние два года. Зрители стали готовы платить за то, чтобы это мероприятие пришло к ним. Условно. Пример. Допустим, я житель Екатеринбурга. Я вижу, что в Москве родилось какое-то мероприятие. Оно пока маленькое, но оно мне уже интересное. Сентинэк, предположим. Ну, условно. Может быть, что ты... Как пример. Или хакатон какой-то. Да, хакатон. Я хочу, чтобы это мероприятие прошло и в Екатеринбурге. Я считаю, что это будет интересно. Я понимаю, что вообще говоря, с чисто экономической точки зрения, есть просто расходы. Расходы на перелеты, расходы на проживание, расходы на некий реквизит. Расходы на расходники? Ну да, я это назвал реквизитом, может быть, расходники более точное слово. И есть просто платформы краудфандинговые, на которых эти проекты, развивающиеся, научно-популярные, могут собирать средства на запуск. И получается, твоя предварительная пиар-компания мероприятия становится и компанией по сбору средств. Это то, что мы видим сейчас, оно рождается. И зритель, вот мне очень приятно, что действительно уже сформирован существенный пласт. посетителей мероприятий, которые запрашивают качественный контент и запрашивают настолько, что они готовы за него голосовать рублем. Это очень-очень важная вещь, которую очень не хочется терять. На самом деле очень много еще можно, мне кажется, об этом говорить и вообще взять отдельно вопросы, которые и темы, которые поднимаются в чате. Но, наверное, пора уже закругляться и подводить, в общем-то, итоги, как-то структурировать, что у нас получилось из тех тенденций, которые мы сейчас видим с тобой. И попробуем сейчас это сделать. Да, давай коротко подведем итоги. Итак, что мы получили? Что с одной стороны, с организаторской стороны, мы наблюдаем с тобой на рынке достаточно большое количество разношерстных шоу. И далеко не у каждого из них в целях и задачах стоит просветительская миссия как таковая. С другой стороны, мы видим, что посетители тоже достаточно часто приходят на мероприятия в ожидании ярмарочного настроения, так называемого. Не с запросом о любознательности, а с запросом именно на... Классно провести время. Да, да. Это такие два взгляда, которые, по сути, из которых и родилась текущая ситуация, и вот здесь вы на слайде можете увидеть как раз коротко, буллетами, то, о чем мы сегодня говорили, что у нас есть усиление развлекательного начала, и от этого никак нам не уйти, просто из-за клиповости мышления, из-за ожиданий публики. Да, из-за запроса. Да, это реакция на запрос рынка. К сожалению, мы отметили тенденцию, что ведущие не знают глубоко предмет, размываются и подменяются понятия. Ученые против шоумена, и мы голосуем за ученого, которого можно и нужно, и это происходит, он обучается и становится классным ведущим, но тем не менее он знает свой предмет и таким образом повышается уровень того мероприятия, где он выступает. И у него тоже повышается его внутренний уровень. Зритель, к сожалению, не готов часто задавать вопросы, он готов к быстрой информации и не готов думать, но мы можем попытаться его заставить мягкими разными способами улучшениями. Да, банально, приз за лучший вопрос. Ну, насколько это возможно. И получается, что так как у нас нет сейчас пока еще, я думаю, что скоро будет сообщества какого-то профессионального, которое бы помогало регулировать уровень качественных, уровень качественных мероприятий, то нам самим нужно повышать это качество, держать планку и делиться этим контентом с нашими потребителями. Да, и вот тут есть одна все-таки приятная мне как организатору деталь. Действительно, какого-то сообщества еще не сформулировано на бумаге, но оно сформулировано в пространстве. Да. То есть сформировано, лучше сказать. То есть совершенно точно есть мероприятия, которые готовы и уже давно делают это, они готовы обучать начинающие команды, и не только начинающие, они делятся своим опытом. Но здесь стоит упомянуть нас с тобой как представителей Российского фестиваля науки. Ну, готовы. Мы, конечно, всегда специально устраиваем большие семинары для регионов. Да. В надежде, ну не в надежде, мы совершенно точно знаем, что, скорее всего, мы заразим этой идеей, и они проведут у себя фестиваль науки, может быть, даже не один раз. Да, у нас это ежегодная история, мы собираем как региональных представителей, так и москвичей. А вторая история, это, собственно, история про Science Slam, они тоже обучают свои команды. И это то, что позволяет держать планку, да. То есть у тебя не получается какой-то черного пиара, что в каком-то городе мероприятие проходит плохо, поэтому оттуда идет такой источник негативной информации, который портит в целом фон. И здесь вот то, что мне приятно, это то, что совсем скоро нам удастся всем вместе собраться на форуме популяризаторов науки и технологий. Здесь в Москве, в МГУ, 22-23 апреля это будет, это пятница и суббота в МГУ на экономическом факультете. Информация о форуме будет буквально до конца недели на сайте фестиваля науки, на главной странице. Там будет форум для регистрации. О чем этот форум? Он об обмене опытом со стороны именно всех организаторов. То есть это не только мы, не только Science Slam. В принципе, все команды, которые занимаются научпопом, они объединяются на одной площадке, чтобы обменяться идеями, рассказать о текущих тенденциях именно с организаторской точки зрения. Отшлифовать какие-то вещи. И вот это то, что мне очень приятно, что это событие в принципе состоится, то, что оно нужно для формирования сообщества как такового, для закрепления каких-то механизмов взаимодействия. И это, безусловно, то, что поможет вообще зрителю потом получить более качественные мероприятия на выходе. Ну, мы еще раз, наверное, скажем спасибо, что нас сюда позвали, что нам дали возможность покряхтеть, погудеть, пострадать, подумать, поразмышлять. Спасибо мастерским изолации за классный прием и классную идею. И вы тоже формируете очень удачно, успешно и давно качественный контент таким образом. Спасибо вам. Спасибо большое. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Если лента уже достаточно большая, если был какой-то вопрос наверху, на который вы еще не получили ответ, продублируйте его, пожалуйста, еще раз. Мы сейчас на него ответим. Почему? Мы можем, кстати, говоря туда, наверное, вебинар закроется на чат или мы можем еще после пописать? Ну, все. Ну, спасибо вам. Вот. Мы пошли. А ответить на вопросы? А отвечать будем уже за камерой. Ну, может, по ним могут писать вопросы, а потом вы найдете ответить вебинар, и мы можем задавать вебинар. Супер. Хорошо. Спасибо, Алина. Да. Будет ли ссылка на запись вебинара? Будет, кивают организаторы. Так. Анна, ответ на ваш вопрос. К концу недели на сайте фестиваля науки Всероссийского будет большой баннер на главной странице о программе форума. Там будет форма для регистрации. Это нужно, чтобы мы проход вам обеспечили на мероприятии. На экономический факультет. Собственно, мероприятие бесплатное. Приходите, приезжайте. Это все-таки стоит повторять, потому что мы говорили, что некоторые мероприятия научпопа все-таки платные. У нас бесплатные. Ну все, спасибо. Спасибо большое.